Итак, самый простой способ измерения. Открываем кюветное отделение, ставим кюветы с раствором, так, чтобы луч проходил через прозрачные части. Закрываем кюветное отделение, затем нажимаем фотометрия, выбираем длину волны, если мы измеряем щелочную фосфатазу, 405. Затем измеряем 0. Ждем, пока будет измерение закончиться. Число никакое не будет показано, просто пропадет значение измерения. И затем нажимаем старт. Я не менял не менял никакую пробирку, поэтому у нас должно быть около нуля. Итак, вот измерение, сейчас появится число, минус 0.00. Все. У этого прибора Solar PM7 есть одна особенность. У него кювета термостатируема. Но сейчас этот термостат пока, наверное, не включен. Видите, температура плюс 20,2. Для того, чтобы включить термостат, мы входим в меню настройки и указываем на термостате ставим птичку. И затем нажимаем кнопочку записать. Чтобы начать работу, надо вспомнить правильную работу с пипеткой. Берем микропипетку на 1000 микролитров и надеваем большую насадку синего цвета. И вспомним, что у нас есть два упора. Первый упор, второй упор. Для того, чтобы отобрать жидкость, нажимаем до первого упора и погружаем пипетку. Сначала нам нужна кювета, которая стояла до сих пор в термостате. Берем пипетку, нажимаем до первого упора, погружаем в раствор рабочего реагента, отпускаем медленно и затем переносим в нашу кювету, нажимая до второго упора. Сейчас можно измерить нулевое значение. Нажимаем на фотометрию 405 нанометров и нажимаем кнопочку ноль. Происходит измерение, после этого числа чисел не будет, числа обнуляют. Все, ноль сработал. Теперь нам надо отобрать сыворотку крови. И сейчас будем вносить сыворотку крови. Микро пипетка на 20 микролитров. Уже с наконечником погружаем, нажимаем до первого упора, погружаем наконечник в сыворотку крови, отпускаем, закрываем парабельку этим горком, вставляем и вносим уже стоящую нашу кювету. и перемешиваем. Нажимаем, конечно, до второго упора. Затем перемешиваем содержимое с наконечником, после чего закрываем кюветное отделение. Первое значение 0,0,22. Через минуту будем повторять. Итак, минута прошла, мы повторяем измерение, нажимаем старт и получаем второе значение. 0,0,37. Через минуту опять повторим. Итак, мы получили четыре значения, четыре показателя оптической плотности, и нам сейчас надо рассчитать разницу между каждым из этих показателей. Итак, за первую минуту прирост составил 0,0,15. За вторую минуту прирост составил тоже 0,0,15. За третью минуту 0,0,14. Итак, в той среднем у нас получается 0,0,15,3. Так, это значение дельта дельта за минуту. Мы умножаем на коэффициент пересчета, для нас он будет составлять 2,4,8,5. Так, после расчета мы получим значение. Ошибку в расчете среднего у нас получается 0,0,147. Так, затем это число мы умножаем на коэффициент пересчета. И, можно говорить так, мы рассчитали значение активности щелочной фосфатазы по приросту оптической плотности в минуту и коэффициенту пересчета. У нас он составил 36,5 единиц на литр. Это, конечно, нижняя граница нормы, даже немножко меньше нормы, но мы видим, что значение полностью соответствует здоровым показателем здорового человека. Надо брать ковету за рифленые стороны и не касаться тех сторон прозрачных, через которые свет проходит. Открываем коветное отделение и устанавливаем таким образом, чтобы рифленые стороны смотрели на вот эти два бултика, находящиеся возле ковета.